и сайт номер четыре шайда мординковой зоны куда уже входит голова волосистая часть уши да и точки все возможно вот мы закончили тем что натянули продражали теперь кошка выпускают коготки и вот тут место крепления мышц мы вибрируем каждым пальчиком по очереди как бы будто бы играем на рояле вот так как раз не все попадают на вот эти места крепления мышцы про вибрировали дальше есть большой затылочное отверстие желательно попасть прямо вот туда смотрите сюда тут и вот есть выступ такой да на черепе до него раз два три точки получаются прям называется орел своим коксом хватает череп и уносит его в небо 1 2 3 переходим на волосистую часть ну и вот погладили там мягенько да потом взяли лапы леопарда шестеренки мышцы находятся только вот здесь и на висках вот тут эти мышцы мы достаточно жестко прорабатываем и уводим лимфу вот туда в подмышечную зону вот все туда продолжаем еще раз и вот туда кому жестко костяшками да ну пальчиками да да пальчики саму голову можно вот так вот и ставим и рисуем вот такие грядки раз-два сжимая кожу три с каждой стороны все симметрично проделываем если голова лысая до может сделать валик или так вот прокачить валик делается по всей голове спускай лимфу вот сюда да и как я говорил вот эти вот мышцы височные и достаточно жестко тоже прорабатываем с двух сторон и уводим лимфу с такой вибрацией за ушами по грузинно-ключично-сосцевидной мышцы вот туда подключиться то есть лимфа сосуды у нас вот так вот идут по уху спереди так может перед ухом тоже по щекам и туда вот вводим возвращаемся обратно прожимаем точки за ухом здесь вот здесь где кости находятся под ухом непосредственно вот тут не жмем там лимфоузлы находится вот именно косточки черепа прожимаем место крепления ухо здесь прожимаем дальше идут три вот где козелок ухо закончился да вот тут крепится над верхней скулой получается раз два три . . убирающие источную боль вот мы видим такой квадратик да если провести линию вот так вот и от линии роста волос вот сюда вот по этой вот вот этом участке получается вот три точки раз не болезненной два три просто человеку потерпеть чувствовал да чтобы не ошибиться в этом как бы так поводить как бы в ямку попадаете там наверно русло вены идет и вот вы как раз его прижимаете вот само ухо это перевернуты вверх ногами зародок человека вот его голова да вот пошел хребет и вот тут хвостик копчик потом является копчик значит мы прожим ну сначала растерли растерли все помяли так погрели шапушек покраснели стали такими пунцовыми завернули в конвертик такой треугольный скрутили в шаурму можно по-всякому его покрутили да и теперь начинаем прижимать эти точки значит вот я получается глаз прижал вот скулу вот ухо соответственно если это правая сторона да это право страна то это за левую отвечают сторону уход за левую сторону левого ухо за правую сторону чего тела человека у каждого естественно рисунок ухо свой и если наши две половинки полушария мозга рассоединить и посмотреть на внутреннюю часть то как раз будет индивидуально у каждого свой собственно рисунок ухо полушарий головного мозга с такой обратный мозг кладем обратно и теперь вот мы идем соответственно вот шейные позвонки прижимаем пошла грудина поясница крестец копчик вот все по прищепляли так вот теперь средний ободок внутренний ободок также по прищепляли есть у нас внутренние органы находится ну подробно мы не будем рассказывать где какой орган да у нас организм как отражает сам себя в себе же то есть эти точки есть и на вдоль спины они идут дальше наши внутренние органы и по черепу они идут и на роговицы глаза да и на стопах и на ладонях там но и даже на каждом фаланге пальцами и с этой стороны со стороны они повторяют так поэтому у нас сейчас спрашивают я же заказывал спину зачем ты меня голову массируешь а вот это потому что позвоночные вот эти вот точки они продолжаются дальше и вот мы так вот возвращаемся назад значит примерно ось черепа разделили до визуально от него ступили по сантиметре в сторону и через каждые два сантиметра идут вот эти точки берем прям пипит регулярно в тело в чем провиближивали провиближивали по 1-2 секунды раз-два-три чтобы не ошибиться где находится вот так прямо не гадайте конкретно да потом с опытом уже поймете там такие вот из ямочки как раз не будет автоматически попадать каждую такую ямочку вы попадаете и стимулируете мозговую деятельность человека доходим обратно до вот этих вот подзатулочных точек также прожимаем дурами фасу ля си до прожимаю вот эту точку и отжимаем череп от тела то есть вот делаем такую скобу пружину такую отталкиваемся отталкиваемся естественно от костей надо толкнуться поэтому смотрим затылочную кость она вот такая вот округлая перри с нее и вот толкаем себя и человека вот туда видите наши расширяется это мы по трапеции потолкали на наша цель дойти до кость до костей в этого кроме на тростку перлись и вот у нас получается вот видите отталкиваемся потом обратную сторону раз если 6 длинная вас не хватает руку да то вот так можно поставили так руки и вот так вот мы растянули спирали видно так вот размере назад ведь у нас все же движение пошли назад в обратную сторону то есть мы возвращаемся лимфу спустили вот туда мягенько тыльной стороны руки и возвращаемся обратно об этом у нас будет следующий сет номер четыре это возвратный сет для тех кто заказывал спину ему делали как бы спину с головы целиком а если человек заказывал только воротниковую зону от сих до сих да то в принципе массаж и на всякую зону уже закончен можно просто будет вот протереть салфеткой и приступить к дальнейшим манипуляциям мануальным ну по поводу затылочных бугров да я вам еще немножко покажу дополнительно вот они это сосцевидная кость а этого затылочный бугор в этом полукруглый видите в них как раз очень удобно вот так вот отталкиваем шею так что можно сделать и самому себе правку шеи до новых встреч с вами был олег алабудин даю свет даю знания